бвп м80 а эту ббмку 5 уровня можно было получить в юбилейном контракте на пятилетие игры надеюсь вы это сделали потому что машина очень интересно это ббм к 3 в одном обычно я начинаю с того что показываю какой у меня командир там какое оборудование и т.д. и т.п. но это не про эту машину здесь нужно начинать вот с этого с улучшений потому что именно отсюда и строится то кого ты будешь ставить какое оборудование будешь ставить какого командира и так далее в общем а у этой машины эта машина три в одном до абсолютно имея одну эту одну машину вы можете абсолютно по разному играть и выбирать себе комбинации здесь настолько это все очень интересно сделано здесь есть три башни до вариант первой башни это классический я бы так сказал классическая ббм это автопушка и это два птура вариант 2 это более агрессивная ббм к на двух автоматических пушках и вариант наконец-то 3 это классическая и тэшка птуровая и тэшка с целыми шестью ракетами и вот как раз от этого и нужно отталкиваться что поставить то есть если вам нравится вариант 1 вы выбираете автопушку с двумя птурами дальше идет выбор либо точность либо управляемость турами но опять же вот эта вещь скорее актуальна именно для автопушек здесь я поставил бы вот этот вариант и дальше идет выбор опять же для каждой из этих трех башен да есть вариации либо ты добавишь темпа стрельбы но это опять же скорее актуально именно на автопушке но больше всего актуально скажем так классические дальность обзора 25 метров если ты играешь классические классическую ббмку ты хочешь много обзора ты это можешь поставить принципе всегда абсолютно другом на любом из этих трех вариантов и наконец последний как по мне самый бесполезный вариант это птур малютка у которого просто то есть у стандартного птура идет 400 миллиметров пробоя и 635 урона у этого тот же самый урон все те же самые характеристики только на 30 миллиметров пробоя и вот здесь мне кажется разработчики немного ошиблись да в том плане что все это классно очень интересно собирается вот кроме вот этой вещи потому что 30 миллиметров не решает вообще нифига то есть можно смело оставаться при обычных этих турах и при этом взять себе лучше на темп стрельбы или на дальность обзора если бы здесь было немножко побольше пробоя ну или же здесь например был бы больше урон тогда был бы смысл но а так на данный момент самое бесполезное я остановился на самой да почему здесь у меня стоит стоит изначально стояла вариация вот именно это потому что она мне показалось самой интересной давайте сейчас остановимся на том как именно эту комплектацию я устроил ну а потом уже перейдем к остальным в общем отриба обычно третья башня с шестью птурами естественно здесь ставим управляемость птуров здесь очень интересный тоже на самом деле неоднозначный выбор хочешь тебе немножко больше обзора я все-таки решил поиграть вот именно превратить больше в и т но очень злую домашнюю ты а темп стрельбы он тоже работает на птурах то есть у вас вместо 267 между выстрелами получается 235 вроде бы не особо большая разница но тем не менее когда у вас 6 туров это решает если у вас было просто два птура ну я бы сказал но бессмысленно но 6 туров там чуть 0 3 секунды быстрее там 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 и с каждым это будет быстрее отстреливаться поэтому как вариант абсолютно до никого не призываю но как вариант также полностью решил уйти и с помощью командира в более птуровую и тэшку такой вариант туровой тэшки здесь как раз есть тебе и одна из него немаловажных до к потере незаметности от выстрела уменьшает у вас такие 6 если вы будете зажимать друг за другом незаметность в ноль может упасть эта штука позволяет не уводите незаметность вашу в ноль управляемостью втором и еще небольшие всякие плюхи а что касается оборудования даже вот когда ты вроде бы определился на башне типа все вот эту башню беру все на в турах нагибаю плане оборудования тоже можно еще дальше поэкспериментировать я остановился на таком варианте скорострельность краска для чего краска потому что ты отстреливаешься как правило с места и чем больше у тебя будет изначально незаметности да тем меньше она после запуска у тебя упадет меньше просадится просто-напросто вещь полезная и обзор естественно плюс 70 метров как видите вот в таком варианте я пожертвовал и в оборудовании и вот здесь одной оптикой и там одной оптика считайте и это 485 метров и как бы для bbm ки это уже слабенько но с другой стороны все заточило то чтобы издалека максимально быстро реализовывать все эти птуры ну и в принципе стык на на этой машине как-то врываешься быстро на кого-то в упор тебе плевать на обзор тебе главное на сколько ты быстро их отстреляет в общем вот такой вариант здесь всего 40 туров у нас да с пробоем 400 как я уже говорил и 635 уроном остальные башни тоже интересные под них тоже разных командиров можно подбирать но давайте вкратце да скажем пройдемся по вот хотя бы так более или менее до быстренько по этим вариациям чтобы если бы я поставил на автопушки на автопушки естественно оставим разброс естественно ставим темп стрельбы здесь вообще без вариантов на двух автопушках это самый топовый вариант командира ставим например афелию китеска который даст вам возможности еще больше урон выдавать на этих двух автопушках и собственно говоря у вас есть вариант еще и вторая жизнь да на кого-то ворваться вариант 1 классические сюда я бы поставил улучшенные блок управления и скорее всего как раз на обзор то есть такое в больше пойти больше классическую ббм q и также поставил бы там оптику вместо краски но как я уже сказал да она именно 3 башни я остановился именно вот на таком комплекте ну и собственно перейдем уже к . почему я остановился именно на третьем варианте башни да с шестью птурами потому что он самый уникальный на этом уровне то есть если например взять первый вариант первую башню но это как бы стандартный набор у практически любой ббм китому бмд-шек бмп-шек у еще там есть у кого автоматическая пушка плюс туры да причем здесь туры тем более не отличаются чем-то особо интересным не скорости здесь нормальной не пробоя в общем такие себе туры прямо скажем вариант 2 на двух автопушках вроде бы тоже классный там большой урон в минуту но я бы если захотел покататься на именно автопушках двух я бы все-таки выбрал а mx 13 детей а вот такой установки на этом уровне абсолютно даже близко ни у кого нет такое количество птуров позволяет вам играть и как классическая и ты у вас всегда большой запас причем здесь есть фишка здесь есть до зарядка в целом если полностью перезаряжать все шесть туров здесь 33 и 4 это со всеми оборудованиями командиром как у меня именно это довольно таки долго до полминуты стоять но зато есть до зарядка то есть у вас всегда есть возможность один отстрелил или два оптура нажали перезарядочку таким образом вы никогда не будете оставаться в такой долгой перезарядки и об этом не стоит забывать потому что частенько но в основном у нас как ты нажал на перезарядку и все перезаряжается и поэтому частенько ты такой думаешь да не пока рано еще там есть туры не буду перезаряжаться надо надо перезаряжаться от скидал первый второй птур сразу на перезарядку в целом тогда у тебя в 6 этих туров всегда будет а 6 туров на этом уровне выдает очень нифиговую такую альфу то есть каждого выстрела даже если даже если считать там в среднем 700 примерно до 700 урона то сами почитайте до 700 на 6 а точнее 6 труда на 700 это получается 4 200 4 200 урона на этом уровне ну пожалуй никто так быстро не может выдать такое количество урона как в принципе в этом бою у меня и будет получаться буквально там до парочка врывов пожалуйста 4 300 домашки уже есть быстренько перезарядили птуры и поехали накидывать еще пацанам но геймплей на этой башне с шестью птурами не обязательно должен быть и тэшным там где-нибудь далеко стоишь и запускаешь ты можешь и врываться опять же имея большое такое количество птуров ты можешь себе это позволить потому что не будет такого что такой заехал там один тур не попал второй там пробил третий там не улетел куда не пойми куда и все это такое стоишь и у тебя долго перезарядка противник тебя в это время имеет нифига подобного любого абсолютно любого противника ты можешь разобрать если этих противников двое-трое и у них там не полностью хп а там по чуть-чуть да то вполне себе кидаешь один птур одному у него там например там он шутные в районе там 700 как раз хп да ты вам одного забрал 2 2 там нужно парочку птуров да не вопрос ну вот именно в принципе наверное поэтому я все-таки выбрал вариант стемп стрельбы плюс 15 процентов потому что иногда в таких врывах да таких ситуациях а тебе важно максимально быстро стреляться именно как раз это и мне и нужно было потому что ты иногда заезжаешь против тебя 123 противника и тебе нужно быстро реализовать чтобы минимум урона получить ну или в принципе выжить и вот тут как раз и так и пригождается так что играя на этой башни тебе не обязательно спокойнее как где-нибудь там в кустах стоять ты будешь сам выбирать каких-то моментах да ты отыгрываешь обычную тэшку причем с довольно таки хорошим обзором и незаметностью а когда нужно ты просто заезжаешь и раздаешь всем эти плюхи ну и при этом у тебя все в порядке с подвижностью то есть если тебе нужно быстренько потом оттуда свалить на перезарядку ты это делаешь да у тебя с этим все нормально так что я считаю ббм к получилось очень интересной и при этом очень эффективной ты можешь найти именно свой геймплей меня эти башни я советую в любом случае попробовать все три башни да потому что каждая по-своему хороша для разного геймплея напишите в комментариях на какой башне вы остановились какая вам больше всего понравилось ну и как обычно да не забываем ставить лайкос и подписываемся на канал для того чтобы не пропустить новые гайды по технике и увидимся в следующем видео всем пока